Друзья, тут такое дело. Сейчас речь пойдет о том, какие наши СМИ молодцы, как они качественно и четко освещают правду, как главный пропагандист продвигает свои материалы, как Дегтярев ел уху и включал пахана, также о том, как Фургала предложили перевести под домашний арест. Ну и затронем тему беспредела со стороны власть имущих. А с вами Антон Хардин и мы сегодня о наболевшем. Друзья, если вы всей душой болеете за страну, обязательно поделитесь этим материалом, поставьте лайк и напишите несколько комментариев, чтобы ролик быстрее вышел в топ и вся страна узнала правду. Если мы этого не сделаем, в наши уши будут вкручивать то, что хотят они. Новость на России 24 начинается прям замечательно. А жители Хабаровского края проявили заботу. Рыбы за несколько лет увеличивают объемы поставок рыбы по сниженным ценам. Глава региона Михаил Дегтярев обсудил реализацию проекта «Доступная рыба» с ведущими промышленниками и представителями торговых сетей. И любой нормальный человек сейчас бы порадовался, что наконец-то дешевая рыба, но... Жители края смогут купить около 400 тонн рыбы по более привлекательным ценам. Давайте посмотрим, сколько человек живет в Хабаровском крае. Миллион триста тысяч. Рыбы 400 тонн. Аж 400 тонн. 400 тысяч килограммов. А это значит, что кому-то за доступную рыбу придется попросту драться. Но это все ладно, показуха у нас всегда была и будет что мусолить. Интересно другое. Смотрите, как новость подала «Россия-24». Вместе с тем на совещании разгорелась острая дискуссия по дальнейшему развитию проекта. Дегтярев отметил, что некоторым предпринимателям еще предстоит поработать над повышением социальной ответственности. Нам надо эту социальную ответственность укреплять, Александр Иванович. Если добывают люди, у нас есть рычаг квотный, у нас есть другие рычаги у государства, влияние. Значит, нужно делиться. Ну, а, соответственно, тем, кто продает рыбу и выкладывает ее на полки, тоже нужно быть социально ответственными. И те, кто в этом участвует, я благодарю. Дегтярев говорит, говорит, и тут репортаж прерывается. А что осталось за кадром? Правильно. Чистая сущность, которую показывать не могут по путевизору. Фургала обвинить могут, а такое показать не могут. Давайте послушаем. Ну, а, соответственно, тем, кто продает рыбу и выкладывает ее на полки, тоже нужно быть социально ответственными. И те, кто в этом участвует, я благодарю. Через колено, может быть, кого-то и надо будет поломать. Ничего в этом особенного нет. Нормальный процесс. Но выходить надо все-таки на решения государственные и системные. Вопросы, они на поверхности. Я удивлен, почему этим как-то раньше никто особо и не занимался. Наверное, всех все устраивало. А меня не устраивает. Через колено. Михаил, а вы, оказывается, еще и так умеете. Сразу видно настоящего руководителя. К людям не вышел ни разу нормально. На выходные из города уезжает. Вокруг резонанс. А тут еще и предпринимателей через колено ломать собрался. Но все мы прекрасно знаем, что кулаки в ход пускают те, у кого закончились аргументы. Ну, или законные методы воздействия. Так что получается? Врио не может справиться в рамках закона? Видимо, Дегтярев за обедом ухуел. И ему пришла такая мысль в голову, что нужно обязательно кого-то сломать через колено. Вообще, что за подход такой бодляка из 90-х? А у нас всегда так. Беспредел и беззаконие – это скорее норма, чем исключение. Но тогда непонятно, зачем в стране запрещают движение АУЕ. Мне кажется, или такие вещи должны говорить именно представители этого движения. Но никак не в Рио. Теперь давайте про Соловьева. Я каждый день захожу во вкладку «Тренды» на Ютубе и вижу там ролики с его канала. Сначала я этому значения не придавал. Но потом стал обращать внимание на то, что это не те ролики, которые сотни тысяч просмотров набирают быстро. Ролики средние такие. Даже на моем канале некоторые ролики набирают больше. И стало непонятно, как это попадает на уровень с людьми типа Влада А4 или того же Усачева, чьи ролики за первые часы набирают от 500 тысяч просмотров до миллиона. Я поинтересовался у знакомых блогеров, как каналы вообще туда попадают. И знаете, что мне ответили? Антох, да, пару лет назад это стоило всего 30 тысяч рублей. Сейчас, возможно, больше. И меня тут осенило. Вот как туда попадают непопулярные ролики. Просто денежки. Нет, конечно, каждый ролик Соловьева – это шедевр, достойный внимания. Но я никогда не поверю, что так часто можно попадать в тренды. Это просто фантастика. Кто может покуситься на этого человека, у которого популярность в России на уровне статистической погрешности? Все западные СМИ о нем кричат, но в России-то он ни о чем. Это все куда? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Про кремлевская пропаганда сама в тренды попадает? Или все-таки за денежки? Еще о чем хотелось бы рассказать. Самый громкий оппозиционер страны рассказал о том, что направил письмо Путину с просьбой поместить Фургала под домашний арест ради успокоения ситуации в регионе. Очнулся, да? Самое время. Но мне вот интересно. Они там в партии все показухой занимаются. Один через колено ломать собрался, второй только в ситуации с Фургалом сказал столько всего. Сказал, но не сделал. А действий? Ноль. Ну хотя зачем они нужны, когда можно просто языком трепать и все. Теперь давайте вкратце поговорим о нескольких моментах, которые и не должны были возникнуть в действительности. Но так как мы живем в стране, где законы действуют выборочно, пожалуйста. Лидеру штаба Навального в Хабаровске суд по ошибке назначил 10 суток по неарестной статье. Алексей Ворсин отсидел 10 суток в обезьяннике, или как его называют, спецприемник. И тут вот что. Описка? Ошибка? То есть так просто лишить человека свободы это ошибка? А следующая новость, это тоже ошибка или так и нужно? Человека оштрафовали за то, что она встала в пикет. Пикет! Не митинг, не беспорядки, а в пикет. Почему меня это так напрягает? Да потому что пикеты у нас в стране не запрещены. Они просто-напросто не требуют согласования. Закон такой. За что же ее тогда штрафовать непонятно? За то, что она закон не нарушала. Здравствуйте, молодой человек. Вы стоите в законном пикете, вы будете оштрафованы. За что? Я же ничего не нарушаю, если ее в очереди коммуналку оплачивать. Это платежка. Да вы здесь стоите с листочком и нам это не нравится. Я еще раз повторяю. Ну это же законам не запрещено. Да нам вообще п***ю. 200 тысяч штрафы тебе. И знаете, я вот и не хотел совсем об этом говорить, но история как-то снова повторяется. Снова участились хлопки газа по стране. Ничего не напоминает? Хлопок газа, после чего вспыхнул пожар. Все примеры приводить и разбирать конечно не хочется. Про каждый вы сможете почитать в отдельности. Но все это как-то странно и подозрительно. И по телевизору правду как всегда оставят за кадром. Мы в этом сегодня с вами убедились. Так что если вы всей душой болеете за страну, обязательно поделитесь этим роликом, чтобы все увидели кто есть кто и что есть что. С вас лайк, комментарий и подписка, чтобы ролик распространялся. С меня новые выпуски. Антон Хардин. Не прощаюсь.